В наши дни выходит очень много супергеройских проектов. Помимо всем известных киновселенных Marvel и DC, на свет появились такие сериалы, как Академия Амбрелла, Пацаны или тот же Неуязвимый. Каждый проект пытается заинтересовать зрителя по-своему, по-особенному. И одним из самых оригинальных сериалов про супергероев по праву можно считать наследие Юпитера. Получилось ли у шоу затмить успех пацанов? О чем вообще этот сериал и насколько он хорош? В ближайшие пару минут мы поделимся своим небольшим бесспойлерным обзором на свежую новинку от Netflix. Кстати, а какой проект про супергероев вы любите больше всего? Обязательно напишите об этом в комментариях, ну а мы погнали! Увы, но Netflix не любит громкие анонсы и реклама их собственных сериалов редко массово освещается в прессе. Поэтому о выходе такого проекта, как «Наследие Юпитера» знает не так много зрителей. Однако все восемь серий первого сезона уже доступны к просмотру в русском дубляже, так что можете смело строить свои планы на выходные в компании новых героев. История «Наследия Юпитера» развивается в двух разных временных линиях. Первая рассказывает о событиях, произошедших в конце 20-х – начале 30-х годов. Весьма влиятельный парень по имени Шелдон Сампсон в один момент теряет буквально все. Крах американской экономики полностью разоряет его семью. Да и плюс к тому же Шелдона начинают преследовать странные видения, которые в конечном итоге приводят его к мысли, что он должен отправиться к некоему загадочному месту, что он увидел в своей голове. Не будем раскрывать всех карт, но история первых супергероев ведет именно к моменту получения ими своих способностей и становлению как главных защитников Земли. Ну а вообще «Наследие Юпитера» – это экранизация одноименного комикса Марка Миллора, работавшего над «Кингсман», «Стариком Логаном» и кучей других культовых проектов. Оригинальная история повествует о стареющем поколении супергероев, надеющихся, что в скором времени им на смену придут их дети. Молодежь же, привыкшая стоять в тени могучих родителей, не спешит обменивать привычные порочные блага на мантию благородных хранителей мира. И пока среди героев разгорается война отцов и детей над миром, тем временем сгущаются тучи и зреет невиданная доселе угроза. А в скором времени из печати выйдет наш первый том «Наследие Юпитера» от издательства «Камильфо». Если вам близки брутальные бескомпромиссные комикс-боевики в духе того же пепца или прогремевших пацанов, то в «Наследии» вы найдете все, за что вы полюбили эти работы. Кровавые сражения, неожиданные союзы и вероломные предательства, чудовищные жертвы и горькие победы – здесь этого сполна. Выход сборника запланирован на начало июня, но в магазине комиксов 28-й он уже доступен для предзаказа по специальной цене. Ссылка в описании. Вторая временная линия происходит в наши дни и рассказывает о тех самых супергероях, но уже много лет спустя. Ребята солидно постарели, хоть и обладают недюжей силой. Они известны на весь мир, их любят и уважают, а сами они почитают древний кодекс, что делает их ультраморалистами. За прошедшие годы суперы обзавелись семьями и в мире появилось целое поколение юных парней и девушек со сверхспособностями, которые не очень-то похожи на своих предков. Кто-то подался в преступники, кто-то ушел в бизнес и вообще начхал на защиту мира, а кто-то, наоборот, не смог начать жизнь самостоятельно. Отчасти в этом и заключается главное различие наследия Юпитера от тех же пацанов. Последние позиционируют себя как комедийное экшн-шоу с кучей элементов насилия, пытаясь показать суперов с плохой стороны. А вот в наследии главные герои, наоборот, пытаются выжить в мире, где моральные принципы начала 30-х уже совсем потеряли свою актуальность, и детям супергероев приходится выживать в этом изменившемся мире. Герои регулярно ругаются между собой, у них есть свои психологические проблемы, и каждый, по сути, ведет свою игру. В этом и есть отличие наследия Юпитера от всех других проектов. Сериал пытается разобраться в психологии супергероев и в их повседневных делах. Так, например, в один из моментов главный герой собирается улететь на срочную миссию по уничтожению потенциально опасного астероида. Но его жена останавливает его и просит забрать вещи из химчистки на обратном пути. Наверное, одними из самых противоречивых моментов наследия Юпитера стали наши собственные ожидания от сериала. Дело в том, что, согласно описанию, история должна была рассказать нам о двух поколениях супергероев, одно из которых это юные наследники высокоуважаемых и всемирно известных суперов-моралистов. Только вот в отличие от своих родителей детей больше волнует слава и деньги, а не спасение мира. Ну, точнее, так гласил синопсис сериала, и об этом прямо упоминается в трейлере. Но на деле, первый сезон «Наследие Юпитера» вообще не об этом. Вся история – это, скорее, возможный приквел к событиям, которые описываются в синопсисе. И вместо зазвездившихся детей вы будете 8 серий наблюдать, как их родители получили силы. Эта история куда больше походит на приключения в духе Индианы Джонса или Лары Крофта, а не на пацанов, как это могло показаться с первого взгляда. Справедливости ради отметим, что зазвездившиеся детишки в сериале все же присутствуют. Но это лишь один герой из 20. Да и то ему уделяют от силы 30 минут хронометража из всего сериала. Вероятнее всего, история противостояния поколения будет развиваться в последующих сезонах, премьера которых наверняка состоится. Подобная супергеройка сейчас в моде, да и финал «Наследие Юпитера» оставил куда больше вопросов, чем мы получили ответов. То есть помимо традиционного умалчивания некоторых деталей, второй сезон заполучил в свой актив очень колоритного и неожиданного злодея, с которым связан финал первого сезона. Что удивительно, в сериале полностью отсутствуют традиционные для Нетфликса темы. На протяжении всех 8 серий вы встретите 1-2 намека на нетрадиционную сексуальную ориентацию двух героев четвертого плана. И на этом все. В главных ролях выступают белые актеры, а парочка темнокожих суперов очень редко маячит на заднем плане, не играя особой роли. Нет тут и острого феминизма и другой трансгендерно-толерантной хурмы, присущей Нетфликсу. Говоря откровенно, перед началом просмотра «Наследие Юпитера» мы были готовы к ЛГБТ-парам в первой же серии и были удивлены, когда фактически эту тему не затронули ни в одном эпизоде. Неужели Нетфликс исправляется? Возможно, виной всему послужили пацаны от Amazon, которые вообще не поднимали подобных тем и стали одним из самых популярных сериалов, не залезая в толерастию. Конечно, в сериале прослеживается тонкая нить темы насилия со стороны представителей власти. Если быть более точным, то одна из главных арок сюжета – соблюдение некоего таинственного кодекса суперов, который устанавливает запрет на убийство злодеев. Калечить можно, убивать нельзя. Старая гвардия суперов старается блюсти эти законы, однако новое поколение все чаще и чаще сталкивается с невозможностью пощады своих врагов. Эта тема всплывает не сразу, но с момента появления остается до самой финальной серии. В наши дни в США происходят множество событий, вызванных якобы ущемленными меньшинствами в связи с действиями полиции. И в целом соблюдение кодекса – очень схожая ситуация с тем, что творится в реальном мире. Однако создатели сериала не пошли на поводу публике. И, по сути, ближе к финалу даже самые авторитетные и уважаемые супергерои начинают сомневаться в собственных моральных принципах. Все-таки что-то необходимо менять. Когда то тут, то там злодеи убивают твоих друзей. К сожалению, без минусов наследие Юпитера не получилось, и самым жирным упущением является графика спецэффектов и костюмы супергероев. По трейлеру это было сложно заметить, так как все отрывки смотрелись очень даже бодро и качественно. Однако в самом сериале Графоний часто просто покидал чат. Сразу видно, что какие-то эффекты специалисты старались сделать по максимуму правдоподобно и круто. А над некоторыми явно трудился какой-то мимо проходивший стажер-эндус. То же касается и костюмов главных героев. Если у Шелдона Тора он выглядел еще куда более-менее прилично, то вот что касается остальной части актеров, там наряды были явно сделаны кем-то из портье косплееров. Все это в сумме местами нагоняло лютую грусть и создавало впечатление, что ты смотришь какой-то очередной супергеройский сериал от Сидаба. А учитывая 2021 на дворе ругательство, знак Сидаба — это очень и очень неприличное достижение, знаете ли. К счастью или к сожалению, супергерои мелькают на экране не так часто и их не так много. Как мы уже отметили ранее, первый сезон больше сфокусирован на том, как группа смельчаков отважилась отправиться на край света. Поэтому, несмотря на местами вырви, глазную графику и косплеерские наряды, сюжет и актерская игра полностью вытягивают весь первый сезон. Нет сомнений, что в случае успеха и запусков производства новых серий сериала, бюджет проекта будет увеличен и мы увидим новую, обновленную графику. В общем, совершенно неожиданно, в кой-то веке у Netflix получился отличный сериал, который затягивает не только супергеройской тематикой, но и вытягивает с сюжетом все восемь эпизодов. А прибавьте к этому полное отсутствие толерантных тем и на выходе получите прекрасную альтернативу супергеройским проектам, пока все мы находимся в ожидании того же Локи и нового сезона пацанов. Самое главное, чтобы в дальнейшем Netflix не перекроили все то, что было и так хорошо в наследии Юпитера, дабы сделать следующие сезоны чуть более популярными. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok